Всем привет! Меня зовут Касаткина Дарья. Сегодня мы с вами продолжаем наш разговор о наших чувствах из цикла «Негативные чувства». И сегодня мы с вами поговорим об обиде и постараемся понять, все-таки обиды – это удел слабых или обижаться можно и даже иногда нужно нам всем. Ну и давайте, как обычно, мы начнем с собственного опыта. Пожалуйста, вспомните, что для вас лично обида значит, как это, когда вы обижаетесь, что вы чувствуете, о чем вы думаете, что вы делаете, когда вы обижены и как себя ведете. Пока вы вспоминаете, я начну потихонечку обобщать. Обида – довольно противоречивое чувство. Почему? Потому что во внешнем своем проявлении мы всячески стремимся показать своему обидчику, как больно он нам сделал. Мы принимаем закрытую позу, мы отворачиваемся, у нас становится каменным лицо или даже, может быть, мы надуваем губы. Мы можем физически отойти от человека, который нас ранил и обидел, и отвернуться. Но при этом внутри у нас происходят совершенно другие чувства. С одной стороны, да, мы чувствуем боль и ранение, нам больно, и мы не хотим, чтобы другой человек увидел, как нам больно, насколько сильно мы задеты. Поэтому мы отворачиваемся, надуваем губы иногда. С другой стороны, нам очень хочется, чтобы обидчик сам подошел к нам, сам извинился, признал свою неправоту и снова отнесся к нам хорошо. То есть, казалось бы, мы уходим, но мы хотим, чтобы к нам подошли. И если мы вспомним с вами, как именно мы начинаем обижаться, вообще как происходит с нами обида, то здесь история тоже очень интересная. Потому что, допустим, в ситуации, мы находимся в какой-то компании, кто-то отпускает какую-то не совсем приятную нам шутку. И нас это ранит. С чего это начинается? Мы немножечко растеряны. Как будто бы что-то произошло, чего мы не ожидали. Вдруг кто-то нам говорит, ой, вот ты какой умный. И как будто бы нас немножечко огорошили. Потом мы начинаем сомневаться в себе. Мы начинаем думать, а что я такого? Может быть, я что-то сделала не так? Или сказала не так? Или, может быть, я слишком, не знаю, слишком ярко себя проявляла? Возникает недовольство собой какое-то. Я, наверное, как-то не так себя вела. Но потом, поразбиравшись в себе, мы начинаем понимать, что нет, кажется, со мной здесь все в порядке. Это просто другой человек как-то очень странно себя повел. Он какой-то странный. И вот этот каскад чувств приводит нас к ситуации, что я остаюсь в одиночестве, я остаюсь в изоляции. Я в своих чувствах, в своем ранении. И вот тут приходит боли и обида. То есть обида как будто бы отталкивает нас от других людей к себе. И мы там остаемся одни. Ну хорошо, давайте тогда у вас, наверное, возникает вопрос, а для чего же нам эта самая обида нужна? Может быть, вообще лучше ни на что не обижаться, натренировать себя как-то? Обида, как и многие другие чувства, это наше чувство защитник. Вы, наверное, помните, что чувства приходят к нам сами. И дальше уже мы можем, если у нас есть время и возможность, мы можем решить, что с ними сделать. Но иногда, когда у нас нет ресурса, когда ситуация очень быстрая, чувства приходят как защитная реакция. И обида как защитная реакция возникает в отношениях в ответ на угрозу нашей самоценности. В обиде, если у меня есть время что-то с ней сделать, есть силы, я ранен, но я могу решить, что я хочу дальше с этим сделать. Буду ли я обижаться, либо я проговорю ситуацию с человеком, либо я вообще не буду идти к человеку, а я сам с собой это проделаю, какие-то действия. Но есть некоторые факторы, которые обиду могут усугубить. То есть они могут сделать нас более обидчивыми в какой-то ситуации. И первый фактор – это несбывшиеся ожидания. Мы ожидали от человека одного, а он чего-то не сделал. Второй фактор – это сама ситуация, ее неясность, непрозрачность. Допустим, в той же самой компании кто-то шутит, и мы принимаем шутку на свой счет. Почему? Потому что мы не понимаем контекста этой шутки. То есть есть какое-то недопонимание. И третий фактор, который может сделать нас более обидчивыми – это наши собственные дефициты. Если, например, у нас в биографии, в нашей истории был период, когда к нам где-то относились несправедливо систематически, например, на работе или когда-то в школе, то мы склонны ожидать от людей несправедливости. Конечно, мы надеемся, что к нам будут относиться хорошо, ценить нас по достоинству, но любой малейший намек приводит нас к этой реакции обиды. Ну, понятно, никому не хочется быть обидчивым человеком. Иногда мы можем становиться обидчивыми в каких-то отношениях, в некоторые периоды нашей жизни. Некоторые из вас могут сказать, ну и что, да, я обидчива, но я вот такой человек. Ничего в этом такого. Какие риски быть обидчивым? Самое первое, если мы с вами оказываемся в позиции обидчивого человека, мы начинаем уходить от реальности. То есть мы начинаем либо жить прошлым и прокручивать в голове ситуации, где нас задели, а как бы нам надо было ответить. Либо мы смотрим в будущее, как нам нужно будет в таких же ситуациях защитить себя, там отстоять себя и так далее. И при этом мы пропускаем настоящий момент. То есть мы можем пропустить удар, но мы можем и пропустить возможность проявить себя. Второй момент. Обидчивым людям очень тяжело быть в отношениях с другими, потому что с одной стороны, все время ждут подвоха и все время как бы находятся в позиции жертвы. Я такой бедный, меня все обижают. Но с другой стороны, проблема вот в чем. Обидчивый человек боится открыться в своих истинных чувствах, потому что он привык, что его ранят. И получается, что диалога нет. Ну и третий момент, третья проблема обидчивого человека. Обидчивым тяжело быть с собой. Точнее как, учитывая, что обидчивые люди, как правило, очень чувствительные, они часто ранятся, со своей внутренней болью не хочется иметь дело. И как правило, обидчивый человек скорее пойдет в мир наружу, чем внутрь к себе разбираться. Ну и соответственно, ему очень тяжело по-настоящему себе посочувствовать и быть к себе близким. Ну и следующий закономерный вопрос. Мы разобрали историю про обидчивых людей. И возможно, почти наверняка в вашем окружении есть, по крайней мере, один такой очень чувствительный, и ранимый человек. Но как быть, если нам нужно с ним взаимодействовать, а еще хуже, если нам нужно сказать этому человеку какую-то критику, что-то неприятное, прояснить вопрос. Здесь есть один рецепт. Можно сообщить о неприятном человеку так, чтобы его не ранить. И логика основная. В такой момент вы должны говорить в первую очередь о своих чувствах, о том, что для вас именно представляет проблему в данной ситуации. Кроме того, вы должны подготовить человека к тому, что будет сказано что-то неприятное и показать ему, что вы не хотите ему ничего плохого. То есть вы не хотите его задеть, а затеваете этот разговор, чтобы прояснить ситуацию для себя или решить проблему для себя. Ну и, конечно, надо оставаться вежливым. Если применить эту схему к реальной жизни, то тогда обращение может выглядеть вот так. Мы говорим этому обидчивому человеку, извините, мне надо вам кое-что сказать и мне самому это нелегко сделать. Так мы показываем, что при прочих равных мы бы никогда не затеяли этот разговор. Мы можем дальше сказать. Возможно, для вас это будет неприятно. Мы готовим его к тому, что он услышит. И потом в виде я-сообщения высказываем то, что нас наболело. Вы знаете, я заметила, что вы очень часто, например, опаздываете. Меня это расстраивает. Потом мы даем человеку возможность сохранить лицо. И мы говорим, возможно, вы это сами заметили за собой. И тогда другой человек не будет выглядеть глупым или каким-то несознательным. И дальше мы указываем, что это проблема для меня. Но я хотела бы вам об этом сказать, потому что это для меня проблема. И в конце концов мы его просим, пожалуйста, не обижайтесь или я не хотела вас обидеть. Таким образом, наше обращение к человеку, оно очень вежливое. Мы остаемся в этом обращении внутри своих границ. То есть мы говорим только о себя. Мы позволяем ему сохранить его достоинство. И мы показываем, что ничего не имеем против него самого. Ну и хорошо, мы разобрались, что делать с обидчивыми людьми, как можно с ними общаться, обращаться. Но теперь вопрос, а если у нас у самих есть какая-то очень горькая обида? И мы живем с этой обидой, нам очень тяжело. Что делать? Ну здесь еще более сложная задача. Задача называется прощение. Почему простить кого-то так тяжело? Потому что прощение – это не автоматическое действие. Простить – это совершить некое действие, решиться на него и сделать это. Простить – это не значит забыть. Нет. Простить – это не значит, ой, ну я тебя прощаю. Ой, все. Понять тоже не всегда равно простить. Понять кого-то – это первый шаг. Но прощение – это персональное действие. Как же его делать? Давайте вместе посмотрим. На самом первом шаге нам нужно с вами еще раз увидеть ситуацию. Что произошло? Где меня ранили? Кто меня ранил? Что это был за человек? Каковы были его намерения? Нам нужно ясно понять – человек был виноват, или он ошибся, злое намерение было, или это произошло случайно. Где здесь моя доля, мои чувства? Где его доля? На втором этапе, после того, как мы рассмотрим ситуацию, почти наверняка к нам заново начнут возвращаться наши чувства – обида, боль, раненость, чувство несправедливости. И нам нужно к этим чувствам обратиться, прожить их. Проживая эти чувства, мы, с одной стороны, лучше понимаем себя, с другой стороны, мы сочувствуем себе, и у нас возникает диалог с самими собой. Мы уже тут не одиноки в своей обиде, у нас есть визави, то есть мы сами. И после того, как мы прожили эти чувства, нам становится легче, мы можем их отпустить. Но после этого мы встаем перед решением – это третий шаг. Что я буду делать с этой обидой? Буду ли я говорить со своим обидчиком? Захочу ли я провести границы? Если у меня просят прощения – готова ли я это прощение человеку дать? И вот после того, как мы уже решили, что мы будем делать, будем ли мы разговаривать или просто мы прервем эти отношения, когда мы даже, возможно, спланировали свои конкретные шаги. И если при этом у нас уже нет тяжелых чувств, мы чувствуем, я могу человека отпустить из-за его вины. Он мне больше ничего не должен. Вот тогда мы можем сказать, что прощение состоялось. И теперь мы стали более свободными в своей жизни. Итак, друзья, не бойтесь своей обиды, не бойтесь обиды других людей. Изучайте себя, старайтесь быть собой в диалоге и, самое главное, берегите себя. Всем пока и до встречи в следующем видео.